МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокое искусство требует высокой оценки. Самарский академический театр оперы и балета номинирован на самую престижную театральную премию «Золотая маска». Здравствуйте, с вами Мариана Мирная, вы смотрите программу «Город С». И в гостях у меня сегодня солист нашего академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов Георгий Цветков. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и начнем сразу про то, что начали говорить. «Золотая маска», если не самая, то одна из самых престижных премий в области театрального искусства. В каких номинациях представлен спектакль «Пиковая дама»? Так, наш спектакль представлен в номинациях «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа дирижера». «Лучшая работа артиста оперы» номинированы две главные партии, это Герман и Лиза, Михаил Губский и Ирина Крикунова. Насколько это для театра важно быть номинированным на премию «Золотая маска»? Это уже какая-то галочка в достижениях? Конечно, это большой шаг вперед. Я абсолютно точно знаю, что наш театр заявлялся на «Золотую маску», то есть приезжала отсматривать его комиссия после постановки Бориса Годунова. Потом «Севильский цирюльник» отсматривали, но спектакль эти… «Севильский» вошел в лонглист, но на фестиваль мы не поехали. И это первый раз, когда будет наш театр принимать участие. Это очень знаменательные события для нашего театра, конечно же. «Пиковая дама» сам по себе, на ваш взгляд, это опера, чем она хороша для вас, как актеров, которые в ней принимают участие, и для нас, как для зрителей. Чем она хороша, чем она привлекает такое внимание, и почему она понравилась этой рабочей группе, которая отбирала спектакль для «Золотой маски»? Во-первых, это гениальная музыка Чайковского. В первую очередь. Полностью насыщенная, пропитана драматизмом. Именно, опять же, драма Пушкина. Все это в сочетании. Это, конечно… Вам самому-то нравится? Да, да, да. Я, честно говоря, уже лет, наверное, 10 хотел исполнить партию князя Ильцкого, которую как раз я исполнил в этой постановке. По поводу того, что мы прошли, помимо музыки, помимо драматизма, естественно, очень много интересных технических решений в этом спектакле. Естественно, это режиссура. Ну, у нас очень… То есть, впервые, наверное, за долгие годы у нас появились круги. То есть, после реконструкции появились плунжера на сцене, которая подвижная. Вот. Теперь появились круги. Причем три круга, которые двигаются в разных направлениях. За счет этого достигаются различные интересные эффекты. То есть, там… Ну, там несколько хоров есть. То есть, участвуют артисты хора, солисты. Ну, одни как будто прогуливаются, другие катаются на лодках. Третья беседа. Это очень интересно, когда все это вращается. И последняя сцена, последняя картина оперы, когда идет «Игорный дом». Тоже очень интересно решено. Ну, там кто-то сражается на саблях, лакеи, значит, с фужерами там, с бутылками. Игроки за карточным столом очень интересные. Слушайте, значит, физически достаточно тяжело, да, когда вот эти круги… Я просто сталкивалась однажды, прыгала между этими кругами еще, будучи маленькой девочкой, и чуть не навернулась там в одном месте. Это физически же тяжело, нужно понимать, в какой круг, в какую сторону едет, при этом петь еще. Тут еще очень интересно, что специальный аппарат, он запрограммирован. То есть они включаются там, ну, синхронизированы между собой. Вот. То есть за этим следят специальные люди, стоят. Естественно, у них очень большая ответственность. И у нас, естественно, надо успеть спеть и перешагнуть с одного на другую, чтобы не… Ну, не то, что не упасть, даже какие-то лишние движения неуклюжие. Это странно будет. Хотя вот именно на премьере без этого не обошлось. То есть вот лично я немного, ну, скажем так, перед моим выходом должен повернуться мост. Я спускаюсь по мосту, он должен повернуться так там, чтобы стояли лавки. И я спускаюсь, меня тут поздравляют, я беру двух там своих друзей под руки, и мы садимся, усаживаю их рядом с собой на лавку и начинаю петь дуэт с Германом. Вот. Я стал спускаться, и остановили мост. Получилось так, что лавки оказались с другой стороны вообще моста. Ага. Вот. Ну, мы люди все опытные, поэтому… Ну, обошлись без лавок. Выкрутились. Спели все так, да. Да, и ситуации. Но потом мне надо было выйти к Лизе перед мостом. Я вот чуть-чуть замедлился, и там стояла с краю лавка, то есть вот перешагивать с одного круга на другой. Я немножко придерживался рукой и перешагивал. Ну, и вот так как я не придержался, я, честно говоря, ну, спотыкнулся просто на сцене. Слава богу, как бы не упал, но… Слушай, вот к чему приводят, да, иногда технические какие-то новшества. Ну, это надо, мне кажется, много репетировать, и действительно это синхронизировать, опять же, и певцы должны, и там, и рабочие сцены, да, кто этим занимается, мы должны, конечно, больше этим заниматься, наверное. Слушайте, еще по поводу «Пиковой дамы» вот хотелось сказать, насколько я вот тоже прочитала, узнала, не знала об этом, что есть две оперы «Пиковой дамы». Одна – это Чайковского, а вторая, даже вот, если честно, не вспомню, какая. Вот вторая, вы про нее вообще в курсе? Вот, ну, как бы солисты оперных театров в курсе про то, что кроме Чайковского еще другая какая-то «Пиковой дамы» есть? Ну, честно говоря. Или она настолько неизвестная, какая-то невостребованная, что ее никто не поет? Ну, честно говоря, что-то вот я вот от вас, наверное, слышал. Тоже, да, не слышали? Странно. Ну, вот тоже на заметку, может быть, у нас еще вторая «Пиковой дамы» появится. Про саму премию «Золотую маску» хотелось бы тоже поговорить, потому что, насколько я знаю, вы не впервые сталкиваетесь с этим конкурсом, и у вас есть еще, да, интересная история. Город Екатеринбург вас тоже связал как-то с «Золотой маской». Расскажите, что это за история? Ну, это была опера «Рассини» «Графари». Там я исполняю партию «Рэмбо», это как раз друг «Графари». Была номинирована тоже, ну, там много, восемь номинаций даже было. Ого. Вот, и дирижер, режиссер, артист, и художник по костюмам, и художник, ну, кто оформлял весь спектакль. Вот. Ну, мы ездили... Мне нравится, во-первых, как подошло, в принципе, руководство театра к этому. То есть нас, в принципе, никто там не замучил ни репетициям, ничем. Спокойно просто спектакли, которые были, скажем, ну, раз в месяц должны были идти. Они просто удвоили количество спектаклей. Пригласили там режиссера на первые там несколько. Он, ну, лишний раз все это совсем не повторил, закрепил. И спокойненько мы там, ну, в декабре два спектакля, в январе два февраля, и в марте поехали. У нас постановка была «Аиды» как раз. Я вот во время постановки успел съездить в Москву на маску. Выступали в «Новой опере». Вот, причем режиссер... Приехали тоже не спеша абсолютно. Вот меня встретили с вокзалом, мы жили в гостинице «Космос». Первый день, как бы ничего не происходило, пока все подтянулись, все собрались. На следующий день после обеда выехали в «Новую оперу», там уже смонтировали сцену к нашему приезду. Вот, порепетировали, и еще на следующий день дали спектакль. Ну, режиссер, правда, нас предупредил, что здесь Москва, здесь публика другая, что вы не ждите, что там кричать будут «Браво» или там аплодировать, вдруг там вот что-то не так пойдет. Вы не обращайте внимания. Все было как обычно, как у нас, как в Екатеринбурге. «Браво» кричали. Взял в спектакле какие-то из номинаций, что-то удалось? Я знаю, что вот в спектакле художник по костюму получил золотую маску. Вообще Екатеринбург часто на самом деле катается. Я бы тоже хотел, чтобы наш театр, ну и я лично тоже, почаще выезжали. Вообще выезжали, собственно говоря, из Самары. Вот сейчас, да, у нас театр хотя бы съездили в Таиланд, уже хорошо. В Таиланде-то как русскую оперу принимают? Честно говоря, я не ездил, я не занят. Ну, что коллеги говорят? Коллеги в восторге сами. Ну, насчет русской оперы сказали, что, ну, Тоску приняли лучше, чем князь Игоря. Причем вот могу такую небольшую параллель привести с Екатеринбургом. Они тоже в Таиланд на тот же фестиваль возили, значит, но они возили царскую невесту и тоже, ну, не помню, спектакль, а, ну, итальянский какой-то. Вот, то есть, а, травиату, по-моему, возили. Прекрасная травиата прошла, а вот царская невеста, их русские сюжеты как-то немножко удивляют. Да, они, говорит, реагировали очень сдержанно и аплодировали. Насчет тоже вот еще золотой маски. Когда будут какие-то результаты, то есть, когда мы ждем каких-то объявлений, поездки или чего-то, как бы, когда театр будет понимать, что там дальше? Ну, насколько я знаю, там, награждение, как правило, уже лауреатов и так далее происходит 17 апреля, то есть, естественно, до там, до 15 апреля, где-то до 12 уже должны отсмотреть все спектакли, вот заявленные. Не знаю, у нас, наверное, тогда уже начнется постановка другого спектакля. Вот. И как мы это будем совмещать, надо будет успеть туда, съесть тоже, наверное, в момент постановки, в разгар постановки, поедем в Москву. Ну, тоже было бы отлично. Ну, и для наших зрителей мы тоже подготовили небольшой фрагмент с участием Георгия Цветкова, опера «Пиковая дама». Давайте посмотрим. Георгия Цветкова Георгия Цветкова Георгия Цветкова Георгия Цветкова И, если честно, дальше происходит интермедиа, то есть, в которой должен петь другой персонаж, граф Томский, но режиссер отдал эту партию, опять же, князю Елецкому. То есть, он появляется как бы из яйца там, у нас как яйцо Фаберже, да, появляется оттуда, вдруг переодетый там в костюм весь в золотом, вот, и поет там, ну, дуэт с Полиной. Вот, хотя это должен петь персонаж другой. Очень, немножко, конечно, неудобный момент, вот, но это, опять же, я думаю, что в продолжении вот этой арии, то есть, он арию спел, и, а потом еще, то есть, на людях, на сцене, как бы второй раз ей делает предложение, а она ему, и, кстати, тоже, прилепа обычно поет не Лиза, а, ну, отдельный персонаж. Вот. А здесь поют именно Лизы, и князь ей, опять же, предлагает и горы золотые, там, и все, а она, ничего, мне этого не надо, типа, иди, и отдает свое сердце другому, что в интермедии, что, как бы, в жизни, да, что по сюжету так же получилось. Вы смотрите, об этом сейчас рассказываете, очень, да, все понимаете, о чем речь идет и так далее, вот к чему веду. В драматическом театре, ну, в драматических театрах, или в таких, в говорящих, так скажем, редко, когда встретишь, ну, на иностранном языке что-то, да, практически никогда, у нас есть вот татарский театр в Поволжье, да, ну, это, там, конкретно национальный. У вас получается, что вы и на русском, и на итальянском, и на немецком, и на всех языках, на французском еще, да, в общем, полегло-то просто. Насколько идет работа проще на русском, или это тут, как бы, не об этом речь, а речь о языке музыкальном, в принципе? Ну, в первую очередь, конечно, музыка, вот, но я вот сейчас столкнулся с проблемой, вот, как раз выучка партии идет сейчас на немецком языке, вот, но мне нужен был преподаватель. Ну, не только мне, в принципе, всем, потому что все должны, как бы, говорить, грубо говоря, с одинаковым акцентом, да, там, одинаково произносить слова, а не когда два человека поют один и тот же текст, и, ну, каждый по-разному это немного делает, и это причем слышно. Вот, и я, получается, так, что я выучил сначала на русском, вот, переучивать тяжело, то есть, если учишь сразу, скажем, на немецкий, сразу на немецком, там, итальянский, на итальянском, ну, русский, естественно, русский проще всего, и понятно, и все, но, в принципе, у нас очень серьезный подход у всех солистов, с нами занимаются преподаватели, коучи, что итальянским, то есть, мы знаем перевод каждого слова, то есть, каждой фразы, там, где делать ударение, где акцент, чтобы правильно это было. Иногда, даже, вот, в случае с вильским цирюльником, к нам приглашал, Майя Странисимов приглашал режиссера, ну, своего друга, который ставил у нас травиату, Антонио Далюче, он приезжал с нами, занимался речитативами на итальянском. Ну, это было, как у нас, действительно, все были очень довольны, потому что очень здорово подтянул всю труппу, в принципе, по, именно по итальянскому языку, вот. Поэтому, то есть, подход серьезный, не просто так, бездумно поем, то есть, выучил, там, зазубрил слова и все. Ну, вот эксперты какие-то, специалисты говорят, что, конечно, самый певучий, так скажем, язык, это все-таки итальянский, да, и все, там много гласных, да, и есть, что тянуть, как бы, есть, чем показывать голос. А про немецкий, наоборот, говорят, что там очень много согласных, и его очень сложно именно петь, немецкий язык. Так ли это, столкнулись ли вы вот с этим еще? Ну, я до этого на немецком немного пел, в основном романсы, вот, партии, как бы, не учил. Ну, действительно, там много, вот эти, много согласных, да, они, как бы, немножко прерывают, затыкают фразы, то есть, она, конечно, не получится так протягивать их, как в итальянском. Итальянский, да, пожалуй, самый удобный для пения языка, для меня лично. Но на русском все равно понять, как более родно. Да, 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 ну, и учиться быстрее, я там партию на русском языке могу выучить, грубо говоря, там, ну, от недели до месяца, да, ну, что прям уж хорошо выучить. А вот, ну, итальянский, пожалуй, примерно так же, а вот с немецким пока вот тяжелее. За границей вы работали, бывали у вас такие случаи? Вы знаете, нет, вот получилось так, единственное, я ездил вот сейчас в Минск, вот, в марте, и в Минской филармонии мы давали паяться, ну, на итальянском. С оркестром филармонии, вот. А хочется? Конечно, хочется. А куда хочется? Может быть, к каким-то конкретным режиссерам или театрам или операм хочется? Ну, пожалуй, работать, наверное, нет, а съездить, попеть для публики искушенной, конечно, хотелось бы, в общем-то. Возможно, Италия, там, не знаю, Германия. Ну, если в Германии, то лучше петь, наверное, на итальянском языке, потому что немцы очень ревностно относятся к своему языку, и, то есть, у меня знакомые, кто работали в немецких театрах, приходилось язык учить очень серьезно и очень серьезно готовиться ко всем партиям, и плюс общаться. То есть, даже кто знал знания английского, там мало, то есть, приходилось. Вот кто в Дюссельдорфе, опера еще работал там, еще в других театрах, они прям очень серьезно занимались. Мозыка все-таки универсальный, наверное, язык. Сейчас в театре началась, я знаю, работа над оперой Моцарта «Волшебная флейта». И как это, почему решили взять, кто работает в этом произведении сейчас в театре, и как вообще, как началась работа? Ну, в этом спектакле занято очень много, там очень много персонажей, поэтому у нас фактически вся труппа там занята. Вот, постановка, в принципе, только началась, вот, поэтому много об этом сказать не могу, но очень много интересных режиссерских решений, задумок. Тоже тайны раскрывать не буду, потом все все увидят, но происходить это будет все на камерной сцене, в малом зале, к сожалению. Все-таки хотелось бы такой спектакль, у нас давно уже Моцарта не было в Самаре, чтобы он был на большой сцене. Ну, решили так. А режиссер кто? Наш главный режиссер, Михаил Панджавиц. Вы какую там исполняете партию? Папагена, ловец птиц. Ну, могу сказать, что вот успел только пока позаниматься с режиссером первой арии, уже сложно, честно, очень много задач, очень много движений передвижений и так далее. Ну, сложно и интересно одновременно, да. Слушайте, ну вот оперный наш мир, так скажем, да, вот современный, имеет ли он какие-то различия с тем, что было там 10, 20, 30, 50 лет назад, идет ли опера вперед вместе с остальным миром? Потому что все равно, ну вот почему мы говорим, да, что опера это академическое искусство, что это сложное, что нужно оперу, чтобы ее любить, ее нужно еще понять, да, как там, какие процессы происходят. Сейчас что-то, может быть, упрощается или идет ли наш оперный театр в ногу со временем, чтобы расширить публику свою, чтобы быть более понятными, может быть, для нового поколения? Ну, я могу сказать, что я работаю с 2002 года, вот, могу сказать, что стало меньше гораздо статики, вот, постановки очень подвижные, насыщенные движениями, вот, различными, ну, я шучу, конечно, насчет акробатических трюков, но действительно, приходится где-то прыгать, скакать и с высоты, и взбираться. Вот сегодня у меня будет такой спектакль, опять же, постановка Панджавидзе, ну, как бы, и не только он ставит в таком ключе, вот, я говорю, вот, в Екатеринбурге я работала постановка Игоря Ушакова, это режиссер Большого театра, он тоже приходится, у меня достаточно сложная ария, там, залез, спрыгнул, опять, причем все это, много движения не мешают пению, естественно, то есть сбивается дыхание и так далее, приходится, как бы, вот, готовиться, как к забегу, как к марафону, действительно, и физически быть готовым, чтобы это все сделать, не задохнуться, там, плюс, еще, извините, и слова можно забыть, в принципе, когда все это очень насыщенно, и действительно, тенденции такие, что сейчас практически статических постановок нет, статичных, то есть все, все очень много двигаются и так далее, в принципе, то есть работаем фактически, как драматические артисты, только еще и поем, вот, если раньше действительно передавали все эмоции, все чувства, только голосом, тембрально, краски какие-то добавляли специально, ну, там, тенора, плачьи какие-то, интонации и так далее, сейчас, помимо этого, надо все это делать физически, выполнять, чтобы было понятно. Ну, это, получается, нужно держать себя еще в физической форме, помимо голосовой формы. Да, да. Есть такие, да, новые требования в театре, что все в зал, все в спортзал? Ну, конечно, такого нет, ну, вот я, допустим, бросил курить, вот полтора года не курю, как бы радуюсь. А вы, оперные певцы, тоже курят? Ну, немногие, но курят. Я думаю, вам нельзя. Ну, вот последние, вот, лет пять тенденции такие, что бросают очень многие, у нас сейчас в трупе, фактически, если в 2002 году курил, по крайней мере, я знаю, человек там 10-15 сейчас, Максимум, может быть, два, ну, наверное, два человека у нас осталось. Сложно было? Сложно себе вообще в чем-либо отказывать ради профессии? И нужно ли это делать? Конечно, вы понимаете, даже, ну, вот по поводу курения, да, действительно, сейчас мне там гораздо проще стало петь и так далее. Вот единственное, сложнее с какими-то диетами или еще с чем-то, репетиции чаще всего вечерние, спектакли тоже, то есть вот сегодня спектакль закончится в 10, я домой приеду в 11. А кушать хочется? Как бы кушать хочется, конечно. Не, ну, когда как, когда вытерпишь, когда нет. А вот смотрите, раньше еще тоже, как бы, вот я вот помню по своей какие-то детские, может быть, воспоминания, что когда по телевизору какие-то оперы показывали или что-то, какие-то иностранные, высочайшие какие-то, да, певцы и певицы, они все были очень крупные, они все были каких-то огромных размеров, многие из них, и это объяснялось тем, что, типа, голос должен быть в теле, да, что должен быть какой-то вот определенный вес, чтобы голос звучал. Оно, это правда или это нас всех обманывали тогда? И голос, он и так будет звучать, даже если человек в хорошей физической форме. Да, ну, конечно же, конечно же, это, не знаю, стереотип, наверное, такой, что оперный певец должен быть там, ну, это, нет, ну, это, мне кажется, просто нарушенный обмен веществ. И действительно, ну, если есть возможность, хорошо покушать, там, почему бы и нет? Просто надо действительно себе иногда отказывать в чем-то и стараться в форме держать себя, опять же, костюмы, не буду же каждый раз там, ну, костюмы перешивать. Потому что я, значит, первый раз, когда работал, не премьеру, ну, у меня была премьера спектакля «Аланта», я работал, значит, герцога Бургундии Роберт, «Красивая Ария», там, кто может сравниться с Матильдой Моей, вот. Я, мне дали костюм, я смотрю, значит, написано «В. Черноморцев», там, солист Мринского театра, который вот год назад, к сожалению, ушел из жизни, вот. Вот. Но работал в нашем театре. Я этот костюм на себя не смог просто натянуть. А с учетом того, что Виктор Черноморцев, он очень был высокий и крупный, ну, килограммы, не знаю, там, сто тридцать, сто сорок, а я тогда чуть немного меньше весил, не смог его на себя натянуть, то есть я представляю, как он раздобрел, в общем. А это из молодой, да, какой-то его был, более молодого возраста? Ну, да, 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 там, наверное, какие-то, может, 70-е, там, это. Здорово. А любите еще что-то, что-то вредное, что может помешать профессии, но сложно себе в этом отказать, имею в виду, какой-то, может быть, экстремальные виды спорта, я не знаю, в снежки поиграть, да, но там можно заболеть, голос просто, вот какие-то вещи, которые хочется, а вот приходится как-то? Нет, ну, я люблю ее, там, на горке кататься, в конце концов, иногда, там, с сыном, с женой, даже, почему бы и нет зимой, ну, когда уже, в основном, детей нет на горке, можно, там, на улице пожарить, там, шашлык, например, или еще что-то, почему бы и нет, да и снежки покидать, вот. Вот, не знаю, мне это нравится, я себе в этом как бы не отказываю никогда. Какие-то еще вот времяпрепровождения, потому что я понимаю, что большой процесс репетиционный, да, что много времени на работу уходит, да, но чем-то мы же все равно себя должны радовать, да, и тратить время еще на семью, понятно, а себе лично чего хочется, какими-то вещами позаниматься? Есть что-то уже, чем занимаетесь, а что-то в перспективе, пока нет времени, но надеемся? Ну, да, да, в свое время что-то стало интересно, я попробовал даже корзинки плести. Ух ты! Мы просто купили дачу, и вот как-то, ну, задался целью, попробовал, в принципе, получилось, вот. Потом, опять же, для дачи мебель какую-то начал делать, то есть вот в том же самом, там, в Коста-Рае посмотрел, продается что-то, примерно посмотрел. Пришел, сам сделал, мне по всем помогала супруга. Не, ну, очень здорово получилось, как бы все оценили, и поэтому у меня куча мебели на даче, там, какие-то кресла, лавочки, там, столы. Это все своими руками, да. Это все своими руками, потрясающе. Отстаньте от меня, я не буду забивать в гвозди и, там, плести корзинки. Или тут тоже есть какой-то момент, что это же тоже какая-то творческая работа? Ну, вообще, зависит от человека. То есть вот, по крайней мере, у нас еще один солист есть, Анатолий Невдых, я знаю, он и сварщик. Ну, как сварщик, он и варит, и что угодно делает. Ну, тоже для себя, да? Да, да, он, он у себя вот на даче делает. Очень много интересных вещей. Будем объединяться иногда. Не, ну, мы иногда объединяемся, бывает, помогаем друг другу. Какие еще в театре сейчас планы, да, вот в оперном направлении, так скажем? Потому что премьеры выходят достаточно часто, да, как я понимаю, для оперного театра, там, две премьеры в год, это нормальная, да, такая продуктивность. Ну, да, 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 в принципе, я говорю, раньше мы ставили по одной, и ничего, а сейчас две, а то три и четыре, и опереты бывают, и какие-то, ну, там, сказки, там. Вот сейчас тоже у нас, я знаю, что вроде как с февраля начнется постановка, ну, как это детская сказка, или так, как, типа, детская опера, Айда Балда, вот. Я буду там вот работать с Балду, играть, ноты еще пока не дали, но я думаю, что где-то, наверное, перед Новым годом выдадут партию бы мучить. Потом дали постановку будет Шостаковича, Леди Магбет, Мценского уезда. Ой, как интересно! Ну, постановка будет осуществляться, правда, другим режиссером, вот, то есть будет, за пультом будет маэстро Анисимов, вот. Слушай, ну, здорово, это, мы еще, я думаю, встретимся с театром, вот, по поводу Леди Магбет, это очень интересно. Насчет детских произведений, насколько оно, насколько нравится в них участвовать, можно ли там хулиганить? Потому что я понимаю, что в классике, наверное, похулиганить проблематично. Ну, я могу сказать, что в детских спектаклях я уже, как бы, давно не занят, где-то, ну, с 12-го года не работаю в сказке, но до этого работал все, честно, вот, сколько было, во всех занят, и в новых, у нас, вот, там, бременские музыканты, это, Буратино, там, какого, День Дон, я ваша мама, и летучий корабль, везде работал. И предыдущий, то есть, когда пришел, это была Огниевая сказка, Морозка, еще что-то, по-моему, уже... Нравится, это же другое что-то, это как-то... Ну, да, 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 конечно, другое. Там вот можно и похулиганить, и все, и действительно, можно где-то слова забыть, или от себя что-то сказать. Вот, потому что партнеры, в принципе, никто не растеряется, все поддерживают или подыграют тебе всегда. Вот. В опере, конечно, тяжело сделать такое. Ну, да, я понимаю, что, да, когда какое-то классическое произведение серьезное, там, с импровизацией не так, да? Да, импровизировать не очень получается. Или не надо? Ну, бывает, понимаете, партнеры могут забыть мизансцены какие-то, да, то есть, географию сценическую. Вот он должен ко мне подойти, там, я ему должен что-то спеть, он взял, ушел в другой конец сцены, естественно, я к нему спокойно, то есть, обращаюсь или издалека, или я уже подхожу, там, пытаюсь напомнить, чтобы он это... Минутка у нас остается до конца эфира. Хотелось еще, вот, наверное, чтобы вы пригласили наших зрителей на какой-то ближайший, наверное, спектакль или на премьеру. Когда флейта должна быть? Ну, флейта, насколько я знаю, то есть, будет два премьерных спектакля, это 9 и 10 декабря. Я, правда, не знаю, насколько сейчас это точно. Уже вот через месяц буквально. Да, у нас, вообще, пытали запланировать перенос, но в итоге, вроде бы, все осталось как есть, то есть, 9 и 10. Спасибо огромное, что пришли, мы будем ждать результатов «Золотой маски», конечно, будем ждать премьер новых и новых. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы, это был Город Эсс, всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова